Видимо, устав оплачивать из кармана своих налогоплательщиков пребывание морского флота в тёплых водах Персидского залива, президент США и премьер-министр Великобритании отдали своим вооружённым силам приказ о переходе к более решительным действиям. Ночная бомбардировка Ирака с самого утра широко обсуждается во всём мире. Поэтому неудивительно, что большинство петрозаводчан уже знали о случившемся и успели выработать своё отношение к нему. Война, она есть война, где надо относиться. Нет слов просто к нему. У каждого политика свои взгляды. Видимо, ведь не просто же так это всё, правильно? По-моему, любые проблемы можно мирным путём решить. Это геноцид самый настоящий. Бомбили, значит, надо. Давно мне садат надоел. Всё? Удалось нам также выяснить, как относятся к началу войны в Ираке некоторые граждане из Западной Европы. Музыканты немецкого джазового трио «Лимикс», которые приехали в Петрозаводск с концертами, сказали нам, что, по их мнению, отношение к любому событию в той или иной стране очень зависит от того, с какой позиции его освещают средства массовой информации. Поэтому в разных странах новость о бомбардировках Ирака воспринята по-разному. Но в любом случае насилие и война не решают никаких проблем. В наше время есть множество способов разрешения конфликтов другими путями. К пяти вечера своё отношение к происходящему в Персидском заливе были готовы публично обнародовать петрозаводские либеральные демократы. С заявлением петрозаводского отделения ЛДПР нас познакомил его пресс-секретарь, который вместе с товарищами по борьбе мёрз в пикете у парадного подъезда Дома правительства. Карельская организация ЛДПР выражает озабоченность и протестует против авиабомбёжек, которые осуществляет США и Англия по Ираку. Мы призываем отозвать посла России в Соединённых Штатах. Также мы призываем правительства России президента отказаться от экономической блокады Ирака. И также мы призываем всеми способами, в том числе, возможно, и силовыми, добиться от США прекращения бомбовых ударов. На этом мероприятие по выражению всенародного гнева в адрес англоамериканского империализма не закончится. Предполагается, что завтра борьба за свободу Ирака объединит в едином пикете, как это уже произошло в Думе, идеологических оппонентов КПРФ и ЛДПР.